Не платите за капремонт? Можете остаться без лифта. Дело в том, что до 2025 года все устаревшие лифты должны быть заменены. Кабины с истекшим сроком эксплуатации отключат согласно требованиям безопасности. Модернизация происходит за счет собственников жилья, а значит задуматься в первую очередь следует должникам. Сейчас работы по замене лифтов идут в домах, где необходимые деньги уже накоплены. На улице Трехгорной обновили оборудование в целом жилмассиве. Подробности далее. У нас все хорошо. Я не могу сказать плохо, когда все хорошо с лифтом. Новые лифты на Трехгорной 60 появились в сентябре. А все благодаря тому, что жильцы исправно оплачивали счета за капремонт. Замена оборудования в четырехподъездном доме обошлась в 7,5 миллионов рублей. Кабины не только быстрые и тихие, но и экономные. В них используются специальные энергосберегающие технологии, которые, кроме прочего, снижают нагрузку на двигатель. Мы все довольны. Хороший очень лифт, тихий, спокойный. У нас раньше лифт я пару раз застревала. У меня там вообще целая история. Ребенок у меня застревал в старом лифте. Столько стрессов получили. Здесь, соответственно, есть таблица брайля для людей с ограниченными возможностями. Ну, зеркало, поручни для того, чтобы, опять же, люди с ограниченными возможностями либо могли опереться, либо держаться за него. Новые лифты московского производства. Их поставляет Карачаровский механический завод. По регламенту кабины исправно прослужат жильцам 25 лет. Это же безопасность людей. Лифт 25 лет отработал, его нужно заменить на новый. До 15 февраля 2025 года все отжившие свой век кабины нужно заменить. Согласно техническому регламенту, все старые лифты в многоквартирных домах отключат из соображений безопасности. Сейчас по краю таких претендентов 4,5 тысячи. Решение принимается о замене тех или иных лифтов на основании краткосрочной программы и решения собственников жилья. Чем оперативнее собственники будут принимать решение о замене лифтов, тем быстрее это будет происходить. За последние пять лет жил массив на Трехгорной существенно преобразился. Лифты, крыши и фасады обновили сразу в четырех домах. Краевой фонд капремонта смог провести работы благодаря активности и финансовой дисциплине самих жильцов, которые регулярно оплачивали счета за капремонт. Тут поменен лифт, сделан проект на утепление. Вот здесь у нас заменены лифты, заменена крыша. Вот в этом доме у нас опять-таки заменены лифты, тепловой узел, фасад отремонтирован. Ну и вот тут, то есть этот район достаточно много по капремонту прошел. Почти полсотни жилых домов по краю обрели новые лифты в прошлом году. На это ушло свыше 280 миллионов рублей из краевого фонда капремонта. В 2023-м организация охватит вдвое больше объектов. В 91-м доме заменят лифты на сумму свыше миллиарда рублей. Полина Овчаренко, Мария Шулешко, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск. Большинство собственников многоквартирных домов Хабаровского края, в том числе и хабаровчане, исправно платят взносы на капремонт. Показатель сбора по краевому фонду капитального ремонта составляет порядка 96%. Решение о замене лифтов принимается каждые три года по запросам самих жильцов.